Переходим к созданию пэдов. Это очень важный звук тоже в любом EDM треке. Пэды чаще всего используются конечно же в яме, в брейкдауне. И несмотря на то, что все любят конечно в треках дроп, кульминацию, где наиболее танцевальная часть, тем не менее брейкдаун яма тоже очень важная составляющая любого трека. Ну и кроме того есть случаи нередкие, когда пэды используются в том числе и в дропе. Мы также разберем несколько типов пэдов. На самом деле пэды делаются достаточно легко и просто. Я сейчас расскажу, покажу какие есть особенности. Ну и в общем-то давайте приступим. Самый первый тип скажем так пэдов это будет такой органный пэд. На всякий случай напомню, если вдруг как-то не знаете или есть какие-то сомнения. Пэды практически всегда звучат на каких-то аккордовых прогрессиях, то есть несколько аккордов чередуются друг за другом. Это называется прогрессия аккордов и в принципе все. Иногда это называется еще гармонией. В общем так или иначе обычно пэды играют вот с таким мелодическим рисунком. Давайте послушаем. Обратите внимание, что даже с обычным Inity Lies пресетом, вот это обычный Inity Lies пресет, уже есть в принципе неплохой звук. Но он не супер вау, но все же лучше чем те басы, которые мы брали раньше. Это происходит почему? Потому что у нас здесь уже есть некий лейринг. То есть у нас есть высокие ноты, низкие и какие-то средние. И в итоге звук уже становится более богатым. Что нам нужно сделать? Если мы работаем с такими органными басами, то все что нам необходимо сделать, это выбрать здесь в самом простом варианте синусоиду. Да-да, синусоида для пэдов вполне себе хорошая форма волны. И мы уже получаем этот органный окрас, органный призвук, который уже на самом деле звучит достаточно хорошо. Все что нам необходимо сделать, это немного расширить пэды. Пэды почти всегда звучат широко. Это почти правило. Ну, редко когда пэды звучат прямо в моно. Им это, в общем-то, не очень-то нужно. Поэтому мы добавляем несколько голосов, работаем с дитюном и... Мы получаем чуть более богатый звук. Давайте сделаем немного потише. Что меня лично смущает? Мне не нравится огибающая. Огибающая, она несколько отличается от лидов, плаков, басов, у пэдов именно. Во-первых, здесь атака, она не должна быть минимальная. Ну, как я уже говорил, минимальная атака, в принципе, нам не нужна. Но здесь она должна быть чуть больше, где-то вот хотя бы 30 миллисекунд. Может быть, даже чуть побольше, чтобы исключить вот этот вот первоначальный удар. Если мы, когда работали с басом, то мы делали атаку очень низкой. Да, не минимальной, чтобы не было щелчка. Но все-таки мы пытались сохранить некий транзиент. Мы его пытались подчеркнуть. В пэдах это не нужно вообще. Поэтому здесь это значение, как правило, чуть больше. Кроме того, есть еще одна небольшая фишка по поводу работы с атакой и релизом. Нередко вы могли услышать, что пэды, они как бы вступают плавно вот так вот. В данном случае мы слышим четко, что они так плавно вступают. Это очень круто. Кроме того, у нас есть еще некая такая фишечка. Это формула, секретная формула, которая гласит, что нам необходимо 60 тысяч поделить на темп нашего трека. Если 60 тысяч мы поделим на 120, ну я это уже сделал, я это уже знаю, будет ровно 500. Да и в принципе в уме можно посчитать. 500 миллисекунд. Что это означает? Это означает, что 1 четвертая, 1 четвертая нашего такта при таком темпе равняется ровно 500 секунд, 500 миллисекунд. И если мы здесь поставим, например, как раз 0,5 500 миллисекунд, то время вот этого вот подъема будет равняться 1 четвертой. Какой в этом смысл? Смысл в том, чтобы все было ровно привязано к темпу вашего проекта. Разумеется, мы многие вещи делаем на слух, но в качестве подсказки эту формулу мы можем использовать. Соответственно, если мы хотим, чтобы у нас это восхождение было за, например, 1 восьмую такта, то мы просто-напросто 500 делим на 2, получаем 250 миллисекунд. Все. Теперь встает другой вопрос. Что мне лично не нравится? То, что когда начинается следующий аккорд, предыдущий, он как бы резко обрывается, и как-то это звучит очень странно и неприкольно. Что мы можем сделать? Конечно, немного увеличить релиз. Ну, например, на те же самые где-то примерно полсекунды. А может быть даже и больше. Вот так вот уже лучше. Здесь только может быть такой некий побочный эффект, о котором я говорил. Это то, что у нас вот эти ноты, они тем самым накладываются сюда. То есть вот здесь у нас звучит 4 ноты в этом аккорде, и они продолжают звучать и дальше. И вот эти вот ноты накладываются на следующие. И может быть такая история, что где-то они создают какой-то неприятный, вот как, например, здесь интервал в малую секунду. И это может звучать не очень приятно. Это побочный эффект, но от него не отделаться. Тем не менее, если вы не хотите делать вот так вот, например, но вы хотите сделать, чтобы звук вступал сразу, приблизительно вот таким вот образом, то в этом случае с релизом можно вот так вот не работать. Потому что если мы сделаем его очень большим... Ну, я думаю, уже слышно, что какая-то каша происходит. И в этом случае происходит такая интересная история. Давайте возьмем гипотетический, ну и на самом деле реальный случай. Что если нам нужно, чтобы у нас во всех случаях аккорды были вплотную, а именно во втором такте у нас аккорды были короткие? Вроде все логично, да, вот здесь они получаются вплотную, но вот эти ноты накладываются вот сюда вот. Если мы уберем релиз, как вы понимаете, то да, наложения вот этого неприятного не будет. Но в этом случае не будет вот здесь этого хвоста, который нам, допустим, по нашей творческой задумке необходим. Как быть в этом случае? А в этом случае вспоминаем. У нас есть ограничение полифонии. Для этого мы заходим в Global и здесь у нас есть ограничение полифонии для всех голосов. В данном случае оно стоит 8. Ну, у нас по причине того, что напомню по 4 ноты в аккорде, то у нас как бы здесь звучит все. 4 плюс 4 как раз 8. Если я поставлю здесь ограничение полифонии 4, не единичку, как мы делали для баса. Для баса мы делали единичку, напомню. А здесь мы делаем 4. Происходит следующая история. Вот эти ноты, они когда заканчиваются и начинаются следующие, то вот эти ноты, они заканчиваются реально. Они все, они перестают звучать, потому что максимум может одновременно звучать только 4 ноты. И у нас тем самым релиз как бы он обрубается. Но при этом релиз вот здесь вот он сохраняется. Почему? А потому что после этих нот у нас ничего больше и не звучит. Давайте проверим. Мы слышим, что в данном случае может быть это звучит рисковато и так далее. Но это та, скажем так, особенность и те нюансы, которые нужно учитывать при работе с пэдами. Когда вы их накручиваете вот так вот сами с нуля, бывают вот такие вот мелкие какие-то проблемки, с которыми нужно работать. И то, как с ними работать, я в общем-то сейчас рассказал. Поэтому либо мы ограничиваем полифонию, чтобы у нас не было вот этих наложений, ну либо чтобы это было более плавно. Мы можем все-таки позволить себе эти наложения, то есть не ограничивать полифонию. Но при этом нужно как-то так построить аккорды, чтобы при переходе от одного аккорда к другому, даже если они накладываются немного, ничего страшного не происходило. И в общем-то все. Последнее в пользу таких вот мягких аккордов и мягких пэдов органных, это то, что сама форма волны должна быть близка к синусоиде. Как вы понимаете, синусоид это не панацея, это не единственная форма волны, которую мы можем использовать. Давайте я сделаю, ну хотя не буду я делать и нитилайз. Так вот сделаем и хватит. Мы можем использовать какие-то другие формы волны, которые тоже похожи на синус. На слух это все бывает, может быть, определить сложновато, но с точки зрения обучения, а вы сейчас именно этим занимаетесь, будет полезно посмотреть, как выглядят разные формы волны. И если мы пробежимся по формам, то мы видим, что вот эта форма, видите, она имеет много таких вот острых каких-то углов. Она будет звучать достаточно так, ну то есть резко. Если мы возьмем какую-то другую форму, это тоже будет звучать резко. Допустим, вот это будет звучать мягче, потому что видите, у нее очень много круглых таких каких-то вещей. И она звучит классно. Вот это мне нравится. Я бы вообще сделал лейринг. Я бы сделал вот так вот. Значит, здесь выбрал dark 1, здесь dark 2. Ну, правильно было бы наоборот, но не суть. Здесь тоже бы расширил. Пэды, повторюсь, очень часто они расширены. И мы получаем классный эффект. Дальше закрываем все фильтром. Можем бахнуть немного резонанса. В случае с басом мы чаще использовали drive, чтобы немного перегрузить звук, сделать его более агрессивным. В случае с пэдами для мягкости, для какого-то такого окраса, резонанс неплохо подходит. Но в разумных пределах больше половины не рекомендую его ставить. И мы получаем очень классный звук. Он чем-то напоминает нам voice или choir, как он называется. В общем, что-то такое мягкое, приятное. И, в принципе, классный хороший, я считаю, пэд, который при обработке ревером может звучать очень даже неплохо в любом треке. Все, вот простая настройка. Двигаемся далее. Далее у нас будет так называемый soul pad. По большому счету все то же самое. Отличие разве что в том, что у нас будет форма волны пилообразная. Давайте сделаем опять utilize preset. Противно звучит как-то высоко. Делаем на октаву вниз. И дальше делаем опять расширение. Почти всегда оно нам нужно здесь, в отличие от sub bass. Напомню, sub bass мы не расширяем. Mid bass можем расширить. А вот пэды мы расширяем почти всегда. Ух ты, звучит очень жестко. Давайте сделаем немного потише. И закроем фильтром. Возможно я сделаю на октаву вверх. Есть у меня такое желание. Здесь тоже есть такой момент, что мы можем на самом деле делать каким образом. Мы можем взять, например, но это уже лейринг отчасти, но тем не менее. Мы можем сделать duplicate, например, вот этого всего дела. И, скажем, сделать только мелодию. Давайте покажу на примере. Давайте сделаем здесь такой пример. Вот это у нас высокий слой. А вот здесь у нас будет та же самая аккордовая прогрессия. Но, например, будут только ноты, например, все, кроме вот этих вот нижних. То есть именно нижние ноты я убираю. Почему? Потому что мне кажется, что они дают какую-то такую грязь не очень приятную. И здесь, скажем, я беру для разнообразия уже не пилу, а, например, пилу с какой-то небольшой другой вариацией. К примеру, делаю ее на октаву вниз. Тут немного отстраиваю атаку. И вот эти ноты, в принципе, звучат норм. Либо можно было бы, например, сделать velocity вот этих конкретно нижних нот потише. Это тоже хороший вариант, с помощью которого мы могли бы сделать так, чтобы у нас эти ноты звучали потише. Но это относится не только к саунд-дизайну, хотя, в принципе, к саунд-дизайну, в том числе, к работе с мелодиями. Ну и в саунд-дизайне это может использоваться. Вот этот слой у нас как бы такой более низкий, а вот этот... Повыше. И это звучит на самом деле круто. Еще один маленький нюанс, который может быть не совсем очевидный, ну, вернее, не совсем очевидный, нередко задают такой вопрос. Смотрите, если по какой-либо причине у вас, например, это не относится, например, к стройным синтезаторам, это может относиться к внешним синтезаторам, неважно. Если у вас не реагирует ваш синтезатор на velocity, такое может быть, что вы делаете velocity ноты меньше, а звук вообще не меняется, он как с высоким velocity, так и с низким, то здесь вы выбираете вместо всяких LFO и вот этих envelope-ов, вы выбираете в node property velocity, и velocity начинает воздействовать на какой-либо параметр. Он, например, может воздействовать на мастер, да, на громкость. Здесь, слава богу, как говорится, по умолчанию velocity воздействует на общую громкость. И ADSR-ка первая воздействует, кстати, да, почему у нас ADSR первая воздействует на вообще громкость, потому что вот она назначена в модуляции. Но в некоторых синтезаторах, особенно каких-то внешних, сторонних, там такой функции нету, и там нужно вручную брать velocity и назначать на громкость. Ну и также velocity вы можете назначить хоть на фильтр, хоть на что угодно. Это важно, это то, с чем нередко сталкиваются люди. Поэтому вот так вот можно работать с пэдами. В принципе, можно еще поработать с таким so-пэдом. Это очень популярный пэд, он используется капец как часто в огромном количестве стилей музыки, особенно, конечно, в трансе, но и не только. Это Retro Synth. Здесь, конечно, очень круто брать обычную пилу, сделать одну из них, один из осцилляторов на октаву вниз. И можно немного еще расстроить звук. Так, мы слышим, что сильно звук уже как-то дребезжит, не очень приятно. Вот если немного... То вполне себе. Это обычные пилы. Одна из них на октаву вниз. И немного расстройка по центам. Влияние N-Velope я здесь полностью убираю, потому что по умолчанию он стоял вот такой вот, а нам это... Как бы совсем не нужно, вот зачем этот удар первоначальный, поэтому я это убрал. И здесь вообще велось... не velocity, а N-Velope у пэдов такой. То есть атаку-то релиз мы рассмотрели, а вот D-K и релиз, они всегда в таком значении. Релиз, вернее, сустейн максимальный, ну а D-K, как мы уже выяснили с вами, значения в этом случае не имеет. То есть никакого транзиента, как правило, у пэдов быть не должно. Это, конечно, дело вкуса, вы можете так делать, если по вашей задумке это требуется, но все-таки такой классический пэд, он не нуждается в транзиенте, и поэтому, как правило, все-таки сустейн максимальный, ну а D-K значения не имеет. И ручка Key Follow. Вот обратите внимание, что в зависимости от того, как я ее кручу, сейчас будет меняться звук. Чем она выше, тем более открытый звук становится. Если вы помните, о чем я говорил, Key Follow, это когда мы нажимаем верхнюю ноту, то есть высокую ноту на высокой октаве, у нас фильтр открывается сильнее. Нажимаем нижнюю ноту, фильтр закрывается сильнее. То есть сильнее он влево уходит. И как раз чем больше этого влияния Key Follow, тем как бы у нас больше вот это вот различие. То есть у нас фильтр открывается чуть сильнее, потому что у нас, собственно, некоторые ноты высокие, некоторые низкие, и как бы это влияет на звук. Поэтому вот так вот вы это тоже можете регулировать. Честно говоря, я очень редко пользуюсь этой функцией. Ну так, могу иногда крутануть ее, чтобы понять, как это вообще воздействует на звук. Ну именно в каждом конкретном случае. То есть технически-то я знаю, как это работает, но в каждом конкретном случае во время саунд-дизайна бывает, что покрутил вроде знакомую ручку и не ожидал никакого эффекта, а звук преобразовался так, как тебе нужно. И в этом прелесть саунд-дизайна и синтеза звука, что тут вообще огромное количество вариантов, и даже простое изменение регулятора может дать совершенно другой звук. В общем, по пилообразному пэду, супер-соу-пэду я рассказал. Это очень такой стандартный классический тип пэдов. И мы перейдем дальше уже к более интересному. Сейчас мы будем работать с атмосферой. Атмо-пэд — это такой, знаете, текстурный звук. Я специально не стал делать никакую аккордовую прогрессию. Я поставил только один аккорд с той целью, чтобы мы максимально сфокусировались не на мелодике, а именно на саунд-дизайне, чтобы нас ничего не отвлекало. Здесь, как обычно, у нас и не тела, и с пресет. И давайте пойдем в дебри Alchemy и воспользуемся кое-какими классными типами синтеза, которые мы не разбирали в теоретическом блоке. А мы используемся гранулярным типом синтеза. Давайте возьмем любой звук. А на самом деле без разницы. Давайте возьмем такой. Казалось бы, это какие-то синты вообще, причем здесь пэды. А мы делаем следующее. Мы перетаскиваем сюда и выбираем режим гранулярного синтеза. В чем смысл гранулярного синтеза? Если вкратце, гранулярный синтез, он нарезает наш аудиофайл на кучу мелких-мелких гранул, которые затем он зацикливает и, короче, с ними всякие манипуляции делает. У меня ассоциация с гранулярным синтезом примерно следующая. У вас она может быть своя, но у меня она такая. Представьте себе, вы взяли предмет, и вы такие, как какой-то супергерой, можете взять и расщепить этот звук на кучу мелких-мелких атомов. Вы знаете, как расщепить на атомы. Вот вы берете и расщепляете звук на атомы. А затем эти атомы, они собираются каким-то хаотичным образом в какие-то совершенно новые непонятные какие-то субстанции, и в итоге у вас получается нечто совершенно несуразное, странное и так далее. И гранулярный синтез – это является как раз такой вот несуразной вещью. Здесь что нам необходимо? Нам необходимы две ручки. Это спид, но ее мы делаем по минимуму. Ну и позишн. Позишн выбирает какую-то часть звука, с которой мы будем работать, которую мы будем расщеплять на гранулы, условно говоря. А спид – это скорость как бы вот этого вот воспроизведения. Если так, видите, очень быстро, а если так, очень медленно. Ну, если мы берем вообще минимальное значение, то он как бы бесконечно пытается воспроизводить какой-то маленький отрезок в этом сэмпле. И дальше вот мы нашли какой-то кусок, с которым мы будем работать. Мы регулируем размер этих гранул в миллисекундах. Мы можем менять, скажем так, насыщение. Но здесь достаточно отчетливо мы слышим, как бы он расщепляет, грубо говоря, на одну гранулу, которая имеет длину. И мы слышим, да, что... Ну, можем даже представить, что этот звук, он как бы расщепляется на какие-то мелкие кусочки, которые имеют длину по 150 миллисекунд, они друг за другом зацикливаются, и, в принципе, мы получаем нечто подобное. Но по мере уменьшения сайза у нас эти частички, они становятся все меньше, 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 они зациклены, и получается вот такой вот характерный призвук. Но это для понимания процесса. Конечно, density нам нужно делать побольше, чтобы получать какие-то очень странные звуки. left и right, получается, ну, right time и right pen, они как бы отвечают за вот эту панораму. И мы слышим, что звук немного так начинает становиться более широким. И гулять слева направо. Дальше вы можете здесь менять всякие варианты, вот это формы. Мне нравится все-таки вот этот вариант, он такой более естественный в данном случае. И мы получаем совершенно странный звук. И дальше уже все зависит от вашей фантазии. Вы берете, скажем, LFO-шку и вешаете ее на ручку Size, можете на ручку Density. Тут вообще можно делать все, что угодно. То есть здесь уже вход идет только вашей фантазии. Круто, но мне что не нравится, как-то это слишком работает постоянно. По одной четвертой это скучно. Мы выключаем синхронизацию. И дальше мы можем заавтоматизировать эту ручку, чтобы она немного как-то туда-сюда ходила. И все. И это очень на самом деле будет круто работать. К сожалению, насколько я помню, да, мы не можем здесь замодулировать, ну то есть рейт одной LFO-шки, хотя, нет, по-моему, да, мы не можем этого сделать, потому что, видите, она здесь не отмечается. То есть если мы здесь выбираем Size, то здесь она у нас не выбирается. В некоторых синтезаторах это можно сделать, что на самом деле очень прикольно, когда вы берете LFO-2, оно воздействует на рейт LFO-1, на который воздействует на вот это все, и это получается полная шиза. Ну, в принципе, мы можем это автоматизировать, это не такая большая проблема. И дальше вы можете взять еще фильтр, взять какой-нибудь странный фильтр. И получить какие-то очень странные, даже такие атональные звуки. Тоже некая особенность таких звучков заключается в том, что, как правило, они атональные. И если мы возьмем тот же самый тюнер, то он нам... Видите, ну он как бы показывает нам по факту ноту соль, которая и зажата, но она очень нестабильная. И в некоторых случаях это может доходить до того, что звук становится вообще атональным, либо совсем не соответствовать ноте. И на самом деле в этом тоже есть свой шарм, свой кайф, и в некоторых стилях это работает очень даже круто. Так что попробуйте гранулярный синтез, он на любителя. Я не могу сказать, что я им часто пользуюсь в своей практике, потому что он очень уж такой необычный, но в вашем случае это может стать просто открытием и очень-очень классным. Двигаемся дальше. Иногда вы могли услышать такие скрипки. Ну вообще, давайте так, к пэдам, условно говоря, можно отнести скрипки, strings. Но если вы хотите использовать скрипки в своем треке, то, безусловно, вам лучше зайти в сэмплер, обычный сэмплер, и там найти скрипки. Ну, благо внутри лоджика скрипок целая куча. Здесь у нас есть всякие pop strings и так далее. Но как синтезировать реальные скрипки с помощью синтезатора? На самом деле это, во-первых, практически невозможно, а во-вторых, это вряд ли имеет смысл. Ну, как бы пытаться воссоздать живой звук с помощью виртуальных синтезаторов, это так себе затея. Мы можем, конечно, создать что-то примерно похожее на скрипки, но это все равно не будут настоящие скрипки, которые вы могли бы взять из того же вот сэмплера. Но нередко в треках вы могли услышать вот такой вот звук, очень похожий на скрипку. Это нередко используется в tech house музыке, вот в таких жанрах. И как это работает? На самом деле элементарно. Здесь у меня side chain, давайте мы его уберем, чтобы он нас не отвлекал. И по большому счету здесь обыкновенная пила, которая звучит на высоких октавах. Это самое главное, что она должна звучать высоко. Либо вы высоко ее поставите. Извиняюсь, пианороли, да, либо вот здесь, вот это уже на ваше усмотрение, но в любом случае это высокая какая-то нота и одна нота. Здесь никаких аккордов не нужно делать. Это одна всего лишь нота. И это пила, которая имеет расширение. Вот 6 голосов, дитюн и все. В принципе здесь больше ничего нет, ну кроме фильтра. Также еще момент, пэды очень часто по фильтру закрыты. Это очень популярно для пэдов. Объяснение очень простое. Если мы хотим отодвинуть звук назад, чтобы он казался нам более далеко звучащим от слушателей и от нас, мы должны у звука, во-первых, убрать высокие частоты, во-вторых, сделать его тише, и в-третьих, добавить больше реверберации. И вот как раз-таки пэды, они как правило, как правило в миксе занимают какой-то второй план. То есть они звучат, как правило, где-то вдалеке. И для того, чтобы создать вот это вот ощущение того, что они звучат вдалеке, почти всегда их закрывают фильтром, чтобы создавалось это ощущение. Вот обратите внимание, насколько отдаленным звук становится, если я включаю-выключаю фильтр. Дело не только в том, что звук становится громче, а в том, что без фильтра у него есть высокие частоты, и они тоже вкупе с громкостью очень сильно позволяют нам, ну так, ощутить как будто звук вблизи. С помощью закрытого фильтра они как будто отдаляются. Это тоже очень важно, на самом деле, для пэдов. Но если вы делаете пэды в дропе, бывают такие треки, сейчас очень редко, но бывали раньше, когда такие мощные, жирные, открытые по фильтру пэды под сайдчейном звучат в дропе. Это вполне может быть использовано, но сейчас все-таки таких треков я уже давным-давно не слышал. Практически не слышал сейчас такой музыки. Как бы то ни было, вот такие вот скрипки, такие вот именно EDM-овские, вы можете использовать в своих треках, это делается элементарно просто, но это не совсем очевидно, когда вы слушаете такую музыку, ну как бы в принципе где-то у себя в плеере. Напоследок давайте разберем еще один вариант работы. Это давайте я сейчас сделаю, как обычно, Intilize Preset, и мы попробуем сделать вот такую вот штуку. Я сейчас найду какой-либо вокал, совершенно обычный, совершенно стандартный, без каких-либо особенностей. Вот совершенно стандартный вокал. Что мы с ним делаем? Мы можем его также перенести сюда, но давайте возьмем его в режиме, например, Spectral, либо Addictive. Ну, на самом деле это не так сейчас важно. Можно и тот, и тот режим попробовать, они примерно одинаково функционируют. Сэмплер мы разбирали, у нас тот сэмпл, который мы закидываем сюда, он будет звучать вот именно в том виде, в каком он и должен звучать. Но здесь фишка в том, что мы берем и точно так же, как в случае с грануляркой, мы здесь понижаем вот эту вот штуку и находим ту позицию, на которой у нас... Здесь единственное, у нас сразу идет модуляция LFO-шки. Я нажимаю правой кнопкой мыши, Clear Modulation. И нахожу какую-то форму. Если я Speed увеличиваю, у нас тоже получается такой, ну, странный совершенно звук, но для пэдов, для атмосферы, для каких-то таких вещей это может звучать интересно. Здесь же я поставлю минимум и поставлю на октаву вниз. И мы имеем дело с совершенно таким приемлемым звуком, на самом деле. Дальше что мы можем сделать по причине... Ну, здесь можно форманты еще. Кстати, вот так вот тоже классно. Короче, фишка в том, что вы крутите разные параметры. Вот когда мы доходим до каких-то таких уже мудреных вещей, я, честно говоря, не вижу смысла как-то глубоко изучать все эти параметры. Объясню почему. Мой подход заключается в следующем. Когда мы имеем дело с чем-то очень креативным, то нужно оставить место для вот этой именно креативности и для эффекта случайности. Когда вы крутите ручки, вы толком, может быть, не знаете, что они дают, но это, понимаете, как бы освобождает ваш мозг от какой-то ненужной информации, потому что есть люди, которые все вычитали, все изучили и такие как бы боятся какую-то ручку покрутить, потому что она там не должна крутиться или еще что-то. Короче, очень много происходит каких-то предрассудков, которые мешают именно творить. А музыка — это творчество, это то, что мы творим, и иногда, покрутя какие-то странные несовместимые ручки, мы получаем какой-то офигенно необычный звук. И поэтому то, что я рекомендую действительно изучить внутри синтезаторов, это только какие-то базовые вещи, которые действительно нужны. А вот всякие вот такие вот штуки я специально даже не изучаю. Я их кручу наобум, и я оставляю вот этот вот для себя какой-то эффект, иногда какое-то волшебство, когда ты покрутил, и такой, вау, нифига себе, как такой звук вообще получился. Короче, мне нравится, как это звучит. Дальше что я хочу сделать? Я хочу это дело расширить, но поскольку у нас вот эти все блоки, они как бы, ну, в общем, мы не можем здесь добавить, видите, агдитивный у нас как бы закрыт, ну, то есть он даже, если мы его добавим, у нас здесь нет возможности сделать побольше вот этих вот голосов. Да и в любом случае я бы взял хорус. Корус, если правильно по-английски. И так, а, да, здесь хоруса-то толком и нету. Сейчас, секунду. А, вот мод FX. Я надеюсь, нам уже не нужны анализаторы, вы слышите, что звук расширился. Это круто. И дальше я беру опять фильтр, он воздействует. Чуть-чуть резонанса. И дальше я беру опять я считаю, это очень классный пэд. Единственное, мне не нравится у него мутность на низах, но это решается легко и просто с помощью среза. И я считаю, это будет отличный пэд. Вот на таком звуке мы завершаем блок по работе с пэдами. Такое некое напутствие, умозаключение сегодняшнего урока. то, что экспериментируйте, пробуйте, крутите те ручки, которые вам кажется, крутить не нужно. Крутите их в любом случае. Иногда это дает очень необычный, классный звук. И это позволяет действительно получить что-то уникальное. станет подробнее. Субтитры создавал DimaTorzok